Конкурса «Золотой камертон» Элла Заславская. Спасибо. 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 Как только я увидела её на сцене, она исполняла песню «Unforgettable» вместе с американской певицей. И мы все дружно решили, что Элла поёт лучше. Ещё мы все дружно решили, что у Эллы потрясающие ноги. Это мои были первые два больших впечатления. Но потом я узнала Эллу как человека. И я хочу сказать, что более гостеприимного, великодушного и доброго человека я не встречала в своей жизни. Мы как-то работали в одном концерте и делали шуточные номера. Элла – потрясающая актриса. Она не то, что поёт просто вот, ну, песню, но она поёт слова. Она выражает, понимаешь? Она даёт, как бы, вот, ощущения, понимаешь? Она даёт характер. Она великолепная актриса. Я это очень ценю в певцах. Очень. И считаю, что это самое главное. Я думаю, что она очень хорошая музыка. Она имеет хороший вокал. Я очень рада. Я надеюсь, что это пойдёт дальше, чем просто русская коммуниция, потому что она действительно подарена. И она красивая. Я имею в виду, что она очень хорошая. И она очень-очень хорошая. Она имеет очень хороший сердце. Это, как я чувствую, про Элла. Я люблю ее. Относительно Эллочке хочу сказать, что, по-моему, у нее две самые главные вещи в жизни. Это ее семья и ее работа. И она беспредельно предана и одному, и другому. Кто-либо говорить об Эллином таланте, я думаю, не имеет смысла, потому что она здесь, в Америке, в русскоязычной комьюнити приобрела больших поклонников. И, в общем-то, все ее любят и знают. Я хочу сразу сказать, и об Элле, и о Мише, они оба сделали очень большую работу. Выпустили свои альбомы, с чем я их поздравляю. И я совершенно точно уверен, что скоро в России появятся новые две звезды. И мне хотелось бы обратиться к ним сейчас, вот когда они будут ими, чтобы они не забывали, что здесь, в Америке, их тоже любят и ждут. И не только здесь, и русско-говорящая комьюнити Израиля, Германии, Австралии и так далее. Я вас поздравляю, ребята. Всего вам доброго. В добрый путь. Спасибо. Ну, как лично, я думаю, Элла очень доверяется, очень приятная, очень приятная, очень приятная, очень приятная, и будет от ее, чтобы, знаете, быть, и делать ее best для вас. И, как и вокалист, я просто думаю, что она динамит. Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасный талант, успеховое и счастье Мы получаем письмо о том, что объявляется второй тур И в этот второй тур проходит певица Элла Фидельман Такое вещественное доказательство, что можно просто... Помните такую газету? Это «Комсомольская правда» Помните? «Комсомольская правда» Причем какое чудное... Но вы еще не на первой странице здесь Нет, это дедушка Ленин Вот за 22 апреля 82-го года газета Поэтому красными буквами Идет к победе, к победам Ленинское знамя Это почти что про вас уже, да? Да Но самое знаменательное, конечно, для меня В этой газете не день рождения Ленина А другая статья «Кому созвучен камертон» Это статья о финале конкурса «Золотой камертон» Это была победа, конечно, для меня огромная Это была прямая путевка в жизнь В Москву на фирму «Грамзаписи мелодия» Светит незнакомая звезда Снова мы оторваны от дома Снова между нами города Взлетные огни аэродромов Здесь у нас туманы и дожди Здесь у нас холодные рассветы Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты Надежда, мой компас земной А удача, награда засмелилась А песни довольно одной Чтоб только о том и мне пела Птица счастья завтрашнего дня Прилетела крыльями звенят Выбери меня, выбери меня Птица счастья завтрашнего дня Сколько в звездном небе серебра Завтра будет лучше, чем вчера Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера Завтра будет лучше, чем вчера Было много разных встреч Было много слов Ты мне все не рассказала К слову не пришлось Но в объятьях блюза Я себя забыл Повторю я твои мольбы Птица счастья завтрашнего дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok